Немножко перепутал, сколько арестовано было. На самом деле, до этого он говорил, что арестовано в Уфе 100 автобусов, а в этот раз сказал, что всего 80. И возникла опасность того, что эти перемычки не выдержат этого объема воды. Вообще, конечно, каким образом можно просчитать или опытным путем проверить подобные конструкции, неизвестно. Замечательный новенький особнячок, в котором господин Авзалов проживает с конца 2018 года, по крайней мере, так числится в документах. Восхитительные аргументы. Он обвиняет их не просто в нарушении устава партии, еще в чем-то, а он их обвиняет в том, что они не любят власть. Дольщики сейчас должны бегом бежать к арбитражному управляющему и до момента проведения первого собрания кредиторов, которое тоже проходит в рамках процедуры наблюдения. Сегодня, пожалуй, впервые в числе важных событий прошедшей недели мы в меньшей степени можем говорить об оперативном совещании правительства с участием ради Хабирова. Впервые это совещание было практически пустым по содержанию, но зато забавным по форме. Пробежимся по содержанию этого совещания. Обсуждались темы транспорта в Уфе, обсуждались темы заболеваемости ОРВИ, поговорили про МФЦ, поговорили про обстановку на дорогах смертности и прочее, заслушали оперативный доклад МЧС и других оперативных служб и краем коснулись вопросов нелегальной торговли водки. Совсем пустое совещание получилось. Складывается такое впечатление, ощущение, что чиновники, министры, члены правительства наконец-то адаптировались к той манере и к тем требованиям, которые выдвигает Хабиров на этих совещаниях, подстроились и, как говорит Путин, начали нести пургу. Я обратил внимание, что господин Мухаммедьянов практически один в один зачитал Хабирову свой доклад, который делал еще в декабре. Хабиров не заметил этого. Цифры, показатели, данные были теми же самыми. Речь шла о транспортной реформе Мухаммедьянов. Бодро опять перечислил количество автобусов, убывших, прибывших. Немножко перепутал, сколько арестовано было. На самом деле, до этого он говорил, что арестовано в Уфе 100 автобусов, а в этот раз сказал, что всего 80. Все то же самое. Хабиров не заметил, что его водят за нос. Ему тот же самый доклад прочитали. Правда, в конце что-то, какое-то сомнение у него закралось. Он вспылил насчет поставки новых полноразмерных автобусов и вскричал, что сколько можно мне обещать. Вы вроде как и в прошлый раз тоже обещали, где эти ваши автобусы, когда они будут. Ну, Мухаммедьянов сразу бодренько ответил, что 8 февраля. Собственно, сегодня уже эти 100 автобусов должны бегать по городу Уфе. Правда, вряд ли на самом деле так случится и случилось. В общем, основным ощущением от этого совещания было ощущение адаптации подчиненных. Хабиров без конца от них требовал доложить об успехах. То есть, он приемлет только успех. То есть, никаких проблем не должно сообщаться. Он подсказывает, наводит на мысли, говорит, ну, все удалось, все получилось. Налоговые поступления растут. Правда, тут не всегда с ним, значит, соглашаются. В первую очередь, позволяют себе не соглашаться те министры или те руководители, которые относятся к каким-то вертикально интегрированным федеральным системам. Например, начальник Федеральной налоговой службы, он прямо сказал, что нет, Радий Фаридович, от реформы транспортной системы Уфы налоговых поступлений ожидать не стоит увеличения этих налоговых поступлений. Начальник автотранспортной инспекции тоже сказал, что существуют крупные проблемы и с расписанием автобусов, и с несоответствием остановочных павильонов. Но Хабиров быстро как-то эту тему закрывает. Ему хочется слышать успехи. Успехи, успехи, успехи. Ну, что могут ему дать подчиненные? Ну, только прошлогодние доклады, чтобы, ну, хотя бы имитировать в эфире там или в сознании. Вообще, было довольно скучно. Мурзагулов откровенно спал, боролся со сном. Я не знаю, что с ним было в выходные, но он прямо держал бедную голову руками, чтобы не клюнуть носом. Тер глаза, нос без конца. Ну, в общем, так себя реанимировал, видимо, после хорошо проведенных выходных. На самом деле, можно было бы и не ходить на это совещание, потому что последние 3-4 совещания уже никакого внимания его персоне не уделяется и особых поручений ему не выдается. В общем, оперативка была в этот раз скучной. По-прежнему центральной темой и центральной новостью Башкирии остается катастрофа в Сибае, экологическая катастрофа, техногенная катастрофа, как ее только не называют. Но, действительно, эта тема остается самой центральной и самой важной. На прошедшей неделе случилась трагедия в Сибайском карьере. Погиб молодой рабочий Гаяс Иргалин, водитель погрузочно-доставочной машины, погиб при невыясненных на самом деле обстоятельствах, потому что, как вводится теперь в этой истории, тут же возникла масса противоречивых данных, фактов и суждений. Горно-обогатительная кампания не дает внятных и четких, понятных объяснений случившемуся, прикрывается всякими там, значит, тайными следствиями и прочими вещами. Факт остается фактом. Во время ликвидации или попыток ликвидации горения в Сибайском карьере, одновременно с этим УГМК продолжает добычу руды в шахтах карьера, на мой взгляд, подвергая чрезмерному риску сотрудников, работающих на этих процессах. И в итоге вот, значит, трагическая история, гибель работника УГМК. Конечно, это вызвало очень много разговоров и обсуждений и в Сибае, и в Уфе. История-то еще не закончена. Нужно понять, кто виноват и почему это случилось. Местные жители, жители Сибая привычно предполагают, что, как обычно, свалят на рабочих, ну, то есть, виновными делают самих погибших. Вспоминают случай полуторалетней давности, когда при взрыве, тоже достаточно загадочного, непонятного, в карьере погибли двое человек. В общем, эта история, конечно, только добавила напряженности к ситуации. Что там происходило, кроме этой трагедии на прошедшей неделе, это, в общем-то, очередные обещания, очередные посулы. Якобы с 8-го числа начнется полная заливка. Однако в начале недели компания, которая производила работы в карьере, внезапно заявила о том, что она приостанавливает заливку карьера для того, чтобы определиться там с какими-то параметрами. Опять все было очень смутно. Никакие параметры, ни почему, ни зачем остановилось или не остановилось. Тут же забурлило все это информационное поле, стихийное информационное поле. Напомню, что власть и республиканская, и местная практически устранилась от информирования людей о том, что происходит, кроме сумбурных данных о ПДК, больше ничего не поясняется, не объясняется. И люди, естественно, начинают генерировать сами какую-то информацию. Очень часто эта информация далека от действительности. Очень часто это домыслы, неправильные выводы, какие-то, значит, там, вбросы, еще что-то. Но, в общем, в итоге на фоне вот этого неучастия власти в этих процессах возникают предположения о том, что прекратилась подача воды, не прекратилась подача воды. Есть версия такая, что были устроены некие перемычки, то есть заливка водой шла выше уровня шахтных стволов, и возникла опасность того, что эти перемычки не выдержат этого объема воды. Вообще, конечно, каким образом можно просчитать или опытным путем проверить подобные конструкции, неизвестно, потому что опыта подобных работ на самом деле не существует. И вот возникла, видимо, опасность того, что вода не будет удержана этими перемычками и поступит в шахты. Но это, естественно, вызовет совсем катастрофу и может повлечь за собой гибель людей, которые все еще находятся в шахтах. Ну, в общем, конечно, абсолютно фигня происходит. Непонятно, останавливали 5-го числа подтопление, не останавливали, восстановилось оно, не восстановилось. И вообще, существует ли это подтопление в принципе. Потому что ситуация в городе не меняется. ПДК так и превышена на 12-16 и больше раз. Визуально и органолептически ничего не меняется. Запах стоит, привкус во рту жителей. То есть регулярно все эти жалобы транслируют и в сеть, и в разные другие источники. Вчера вышла публикация в группах Сибая. Там ночью кто-то сфотографировал совершенно непонятное зарево над этим карьером. Я не понял, это действительно настолько интенсивное уже горение происходит. Но ночью чаша карьера светится. И, естественно, из него поднимается там вот этот дым и смог. В общем, конечно, тут абсолютное поражение, абсолютный разгром вот этих наших официальных источников информации и информирования. В том смысле, что, я так понял, они не только не в состоянии давать полноценную информацию, они вообще уже самоустранились. То есть никакие местные, не республиканские источники грамотно, последовательно и регулярно не дают информации об этой катастрофе. Естественно, там все начинает бурлить. Есть один очень важный момент в истории с Сибаем, который открылся на этой неделе. И заключается он вот в чем. Оказывается, вот много разговоров было вокруг чрезвычайной ситуации. Вводить, не вводить, почему не вводят, когда введут и так далее. Оказывается, существует некий регламент и некий порядок введения чрезвычайной ситуации. И в том числе, когда эта процедура вводится в связи с загрязнением воздуха или воды, или еще каких-то компонентов жизненно важных для людей, необходимо иметь, по факту, среднесуточное превышение ПДК, например, какого-то вещества в воздухе. Ключевым словом здесь является среднесуточного. Для того, чтобы получить среднесуточный параметр содержания какого-то вещества, нужно проводить по особому регламенту вот эти суточные измерения содержания. Именно этого в Сибае не делается. Судя по всему, это намерено, чтобы не иметь вот этого повода для объявления чрезвычайной ситуации. Потому что, если сейчас провести замеры согласно этого регламента, то абсолютно точно будет получено превышение среднесуточного ПДК, после чего службы вроде МЧС и прочих надзирающих органов за порядком в сфере как раз экологии и безопасности, они будут вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию. Складывается впечатление, что власти намеренно не делают этих замеров, чтобы не ввели чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайная ситуация оказывается для них опасна с точки зрения имиджа. А что скажут в Кремле? Вот здесь, конечно, начинается опять такая полемика о том, что чем торгуют эти граждане? Здоровью и жизнью жителей Сибае? То есть, преследуя свои собственные корыстные политические имиджевые интересы, фактически заложниками сделали 60 тысяч человек. Ну, в общем, вот здесь, конечно, надо разбираться, надо понимать, какое из ведомств сдастся первым. Потому что ответственность за всю эту историю в конечном итоге ложится на очень многих. И на Минздрав, и на МЧС, и на местные власти. Кто из них первый дрогнет, кто из них первый снимет с себя эту ответственность? Вот это очень важный вопрос. Ну, посмотрим, у кого самые слабые нервы или самая крепкая совесть. Неожиданной вишенкой на торте сибайской истории стало событие, которое случилось на здравчасе 7 февраля. Хабиров внезапно разгромил Забелина, объявив ему двойку за работу в Сибае. Я, честно говоря, так и не понял, в чем дело было. Но, судя по всему, до Хабирова дошли отзывы, в кавычках, жителей Сибая о той медицине, которая царит в этом городе. Несмотря на то, что в Сибае были десантированы какие-то чудо-специалисты в медицине, несмотря на то, что там чуть ли не полуфы врачей вывезли туда для оказания помощи, выяснилось, что врачи эти не ставят диагнозы, связанных с респираторными проблемами, связанными с органами дыхания и легких, избегают диагностировать бронхиты, воспаление легких и прочие вещи, категорически не ставят диагнозы отравления, судя по всему, им запрещено это делать. На фоне этого, конечно, Сибайцы дико недовольны тем, что происходит. Многие из них уже едут в соседний Магнитогорск, там врачи ставят настоящие диагнозы. В общем, двойка за Белину, на мой взгляд, была поставлена не совсем правильно, потому что он не виноват, ему так сказали. Как ни странно, мы возвращаемся к скандалу в ПРФ, который мы освещали на прошлой неделе, и вот почему. Как в любом, наверное, конфликте, в этом конфликте есть две стороны, и на этот раз мы осветим точку зрения другой стороны, противоположной. На меня вышли представители господина Фараджева, которые изложили собственное видение этой всей истории, и она действительно несколько отличается от того, что трактуют господа Кутлугужин и его соратники. Так вот, напомню, что 31 января в Рескоме КПРФ случился конфликт и практически драка с участием двух сторон, это господин Кутлугужина и господина Фараджева, Рустама, которого на заседании Рескома распекали и исключали из партии за создание некой фракционности и так далее, и так далее. А господин Собуров был выведен с применением физической силы из здания помещения Рескома в связи с тем, что он не имел права находиться на заседании и так далее. То есть это была точка зрения Кутлугужина. Но как выяснилось теперь, господин Собуров действительно является членом контрольно-ревизионной комиссии Рескома, и действительно, согласно уставу партии, имел право находиться на этом совещании. Ну, вину или невиновность господина Фараджева я обсуждать не буду, потому что на самом деле это действительно процессуальный вопрос партии. Однако, вот поступившее в наше распоряжение видео того, как все это происходило, очень забавно и очень характерно. Посмотрев это и послушав это видео, вы поймете, что господин Кутлугужин, выталкивая своих оппонентов из помещения Рескома, приводит совершенно восхитительные аргументы. Он обвиняет их не просто в нарушении устава партии, еще в чем-то, а он их обвиняет в том, что они не любят власть. Он у себя в ТИКе также работает, он вообще ни с властью не дружит, ни с властью не дружит. КПРФ Башкири окончательно превратилась в обслуживающую сервисную службу Единой России и административной власти в республике. И вот эти оговорки по Фрейду господину Кутлугужина, они абсолютно точно иллюстрируют ту обстановку, которая царит в этом партийном отделении. Я еще раз повторю, десятки рядовых членов партии и десятки региональных руководителей райкомов и прочих ячеек партии КПРФ категорически против Кутлугужина. Если так и продолжится дальше, то в КПРФ Башкирии либо умрет, либо развалится на какие-то части, либо в ней случится бунт. Я полагаю, абсолютно недопустимым делегировать господину Кутлугужина, например, на грядущие выборы в главы республики Башкортостан. Если все-таки так случится и конференция КПРФ каким-то образом выдвинет господину Кутлугужина кандидатом в главы республики Башкортостан, это будет не просто фарс, это будет трагефарс для КПРФ, для всех членов партии, и партия понесет колоссальный ущерб. Ну, в общем, посмотрим, насколько эта архаичная организация в состоянии преодолеть подобный кризис, в состоянии переварить подобный непорядок в своих рядах, и в состоянии хоть сколько-нибудь навести порядок. В последнее время немного внимания уделяется экономическим новостям, но это и неудивительно, потому что никаких особенных успехов у нас, безусловно, в экономической сфере нет, одни разговоры. Но на этой неделе проскочила одна новость из сферы экономики, и она поразительно похожа на не новость. В очередной раз и в два с половиной раза подорожали работы на набережной города Уфы. Вы знаете, это уже не смешно. Сменилось руководство республики полностью, сменились мэр, вице-премьеры, министры, сменился глава республики, но не сменилась главная кормушка – набережная реки Белой. Теперь вместо 635 миллионов, заложенных на реконструкцию, власти планируют истратить 1 миллиард 630 миллионов рублей на эту самую реконструкцию. Судя по всему, эта хамитовская находка по распилу государственных средств очень нравятся и новые власти. И они продолжат вот этот танец на граблях, продолжат закатывать в бетон, сбрасывать в воду и закапывать в землю, в цветы, в эти вазоны и прочие, вот эти бесконечные сотни миллионов рублей. Я не понимаю, когда это кончится. И самое главное, когда на выходе мы увидим всю эту красоту, мы будем всегда знать и понимать, и подразумевать, что вот на эту набережную закопано там 3, 4, 5, я не знаю, какого количества миллиардов они достигнут. Никогда эта набережная не будет всерьез воплощать успех и достижение, только потому, что она обойдется в совершенно несуразную сумму денег. Но, тем не менее, процесс продолжается, и цена выросла в 2,5 раза. Не получилось с восточным выездом, значит, хапнем на набережные города Уфы. Пометуя о заветах зрителей добавить позитива, добавляю позитива конкретно для жителей Салавата. Жителей Салавата ждет радостная, долгожданная новость. Их покидает Фарид Гельманов. Много лет этот пожарник, или пожарный, нет, пускай лучше будет пожарник, правил замечательным городом Салаватом. Единственным источником власти господина Гельманова был вовсе не многострадальный народ этого города, а дядя Магадеев. И, в общем, многолетняя эта история заканчивается. Я поздравляю жителей Салавата с уходом господина Гельманова. Пускай к городу Салавату достанется новый хороший мэр. На прошедшей неделе я обещал в интернете своим зрителям-читателям-собеседникам историю про дом мэра Сибая господина Авзалова. Дело в том, что уже некоторое время, с тех пор, как Сибаи попал в фокус внимания СМИ и населения из социальных сетей, некоторое время обсуждается вот этот чудо-дом, какие-то называются неимоверные цифры, там 20-25 миллионов, что, дескать, мэр построил себе дом в то время, когда гибнет население города. Я подробнейшим образом разобрался в этой истории, что за дом, откуда взялся, как взялся, и сейчас ее расскажу. Вообще, эта история сначала мне показалась забавной, а потом она мне стала казаться очень важной. В том смысле, что, вероятнее всего, то, что я сейчас расскажу, происходит во всех районах республики. Это не какой-то случай, это, скорее всего, технология. Вот именно в таком порядке, практически в таком порядке, все происходит и в Белебее, и в Архангельском районе, и в Салавате, и в Ишимбае, везде. Действительно, по факту, господин Авзалов и его семейство проживают в отдельном доме, в особняке, в поселке Сармат. Это фактически в черте города Сибая, по улице имени Труда. Замечательный новенький особнячок, в котором господин Авзалов проживает с конца 1918 года, по крайней мере, так числится в документах. Дом этот приобретен администрацией муниципалитета для нужд проживания главы города. То есть до июля сейчас этот дом не принадлежит господину Авзалову, а принадлежит муниципалитету. Это то, что сейчас. А как все было раньше? Весной 1918 года некая компания «Ремстройцентр» внезапно начинает строить дом в поселке Сармат. У дома нет заказчика, у дома нет хозяина. Дом просто строится. Понимая и покупательную способность жителей Сибая, и уровень жизни, и уровень зарплат, очень странно выглядит то, что очень дорогой, красивый, шикарный дом строится просто так. Но, тем не менее, ООО «Ремстройцентр», у которого нет физических лиц учредителей, а только юридическое лицо учредитель ООО «Кристалл», который, в свою очередь, учредили три физических лица, госпожа Ивлева, господин Псянчин и господин Нигматьянов, три учредителя ООО «Кристалл», которые, в свою очередь, учредили «Ремстройцентр», строят этот новый дом. Строят ударными темпами, день и ночь. Никаких срывов сроков. Все делается, строится, кладется, возводится и так далее. Дом строится из отборных материалов. Идеальные материалы, идеальные процессы. Свайный фундамент, ленточный бетонный дополнительный фундамент обвязки, теплый пол во всем доме, трехслойный сэндвич-стена, это бетонный блок, утеплитель и отборный облицовочный красный кирпич, элитные стеклопакеты, лучшая сантехника, полностью чистовая отделка, электропроводка, отдельная автономная канализация стоимостью около полумиллиона рублей отдельно, надворные постройки, бани, гараж на несколько автомобилей. И все это возводится в рекордные сроки, но с высочайшим качеством. Ограда решетки, металлочерепица с полимерным покрытием, ну и так далее, и так далее. То есть все последние достижения строительной техники и строительства индивидуальных домов. И вот дом практически к осени 18-го года готов. Стройку посещают значимые фигуры города Сибая. Господин Бикинов лично приезжает осведомиться и проконтролировать ход строительства этого безымянного дома, дома для никого. Нур Тажидинов, брат вице-премьера господина Тажидинова, курирующего за Урале и Сибай, регулярно посещают стройку и надзирают за качеством строительства. Перебоев нет, рабочие работают, все, наступает осень 18-го года, дом готов, дом ничей. И дальше наступает такой безвремени для этого дома, никто в нем не живет, как будто бы, хотя официально это не подтверждено и не опровергнуто. Может быть, кто-то и жил в этот период, но, по крайней мере, неофициально. В канун Нового года, 31 декабря 2018 года муниципалитет города Сибая объявляет конкурс на покупку жилого дома для нужд главы города Сибая. В новогоднюю ночь муниципалитет заявляет покупку этого дома. Конкурс тщательным образом выверен, согласован с Минэкономразвития. Начальная цена по конкурсу объявлена 4 миллиона 879 тысяч 200 рублей. Учитывая площадь дома, это 32 528 рублей за квадратный метр. Внимание! В 2018 год 32 тысячи рублей за квадратный метр полностью готового отделанного помещения со всеми коммуникациями, отделкой, надворными постройками и самого лучшего качества материалов. Вот такая цена была заявлена Сибайским муниципалитетом. И случилось чудо. На конкурс заявился единственный поставщик и им оказалось то самое ООО «Ремстройцентр». Не изменив цены и будучи единственным претендентом на этот контракт, ООО «Ремстройцентр» в новогоднюю ночь выигрывает этот контракт и становится единственным поставщиком этого дома для господина Авзалова. В конечном итоге деньги перечисляются и господин Авзалов въезжает в это жилье. В чем здесь штука, в чем здесь подвох и так далее. Подвох здесь вот в чем. На самом деле дом подобного качества, подобных параметров и, значит, с землей и надворными постройками, кстати говоря, надворных построек, в конкурсной документации упомянуто не было. Это был, видимо, бонус. Так вот, этот дом по самым скромным оценкам стоит около 12 миллионов. Мы не знаем деталей внутренней отделки и тех материалов, которые там использовались. А вполне возможно, что цена может колебаться от 12 до 17 миллионов рублей. Кто понес эти затраты? Ну, понятно, что разницу между вот этими неполными 5 миллионами и фактической стоимостью этого дома оплатила вот это ООО Ремстройцентр. Как себе могло позволить это ООО подобную щедрость? А вот как. Именно это ООО является основным подрядчиком всех муниципальных контрактов, связанных со строительством и поставкой жилья и всевозможных помещений, ремонтами капитальными и не очень для Сибайского муниципалитета. 72 государственных контракта именно с этим ООО заключено Сибайским муниципалитетом на строительство и поставку жилья для сирот, всевозможных ремонтов, в том числе и текущего ремонта сейчас, который необходимо внезапно понадобился господину Авзалову, ему срочно пришлось поменять писсуары у себя в администрации. Так вот, я отношу подобную операцию, вот, занижение цены этого дома втрое именно к такому завуалированной форме взятки, незаконного получения имущества либо каких-то ценностей, потому что господин Авзалов, как пользователь этого дома, имеет приоритетное право на приобретение этого дома и, безусловно, он воспользуется этим правом. Если бы дом по такой низкой цене остался в собственности муниципалитета, все бы аплодировали и я бы был первым. Но этот дом именно по такой цене уйдет в собственность господина Авзалова, как было с его предшественником и как было с таким же домом, который был куплен для предыдущего мэра Сиба и который сейчас благополучно им владеет. То есть, резюмируем, сложилась некая система, согласно которой по коррупционной схеме можно обеспечивать глав районов и городов очень дешевым и сверхкачественным жильем, которое выглядит фактически как взятка. Более того, подобная схема практикуется, видимо, во всех регионах и районах республики Башкортостан, потому что каждый новый глава по непонятной логике получает подъемные. Вот господин Авзалов, когда пришел на свою должность, он, видимо, был в таком бедственном положении, что государство, озаботившись его судьбой и его состоянием, выделило ему сразу единовременно 3,5 миллиона рублей на обзаведение каким-нибудь имуществом. Тем не менее, господин Авзалов не покупает квартиру в городе Сибае, не покупает себе домишко в поселке Золото, например, в 30 метрах от кратера Сибайского карьера, а покупает, вернее, пользуется бесплатно сейчас имуществом муниципалитета, которую он впоследствии благополучно приобретет собственность. Я делаю вывод такой. Судя по всему, в республике сложилась некая стройная система обеспечения вот этих псевдоэлит районов и городов бесплатным или полубесплатным жильем. В ущерб, естественно, и бюджету, и благополучию тех же самых муниципалитетов. Много уже говорено про новую команду, команду Хабирова. Есть эта команда, нет этой команды. Безусловно, есть некая группа людей, которая пришла с Хабировым и работает, или, по крайней мере, торчит в этой республике. Так вот, сейчас наметилось разделение этой команды на некие фракции, по крайней мере, по весу. Есть люди, которые действительно работают, ну, по крайней мере, так мне кажется. Это господин Абрахимов, это господин Мустафин, некоторые еще люди. Киреев пытается работать, хотя у него не все получается. Мне, например, достаточно симпатичен господин Забелин, хотя он сейчас подвергается неким нападкам, но я надеюсь, что у него все получится. А есть еще фракция веселых клоунов. Эти веселые клоуны, они не так многочисленны, как те, кто трудится, но это яркие представители вот этого сообщества веселых клоунов. Это господин Ахмадинуров и господин Мурзагулов. На прошлой неделе они оба отметились чудесными перформансами в социальных сетях. Чемпионом, как всегда, естественно, стал господин Мурзагулов, который традиционно опубликовал свою очередную фотосессию в новой прическе, в новом пиджачке и с новым выражением лица. Все это было в таких выражениях там мяу-мяу, кис-кис-кис, посмотрите, какой я классненький. Но все это сопровождалось тем, что себя лично господин Мурзагулов охарактеризовал как беспощадного борца с врагами рейха. Вот это так сильно резануло глаз и ухо читателей, что люди задумались, мы что тут строим вообще? Мы строим здесь Четвертую Республику или Третий Рейх? Или Четвертый Рейх? Какой-то там. И кто у нас тогда фюрер? В общем, Мурзагулов доболтался вообще до какого-то абсолютного маразма. Ахмадинуров, ставший не так давно руководителем исполкома партии «Единая Россия», именует сам себя, ну вообще себя называть отстраненной, это, конечно, некая шизофрения, но сам себя господин Ахмадинуров в своих постах называет босс партии. В общем, у нас появились фюреры, боссы, боссы партии и в ключе Мурзагулов я бы все-таки рекомендовал теперь господину Ахмадинурову называть себя партегеноса. Это было бы ну по крайней мере стильно. Ну и к 9 мая можно обоим пошить какие-нибудь френчики с погончиками, с крестиками, с ноликами. В общем, будет весело. Я не ожидал, что придется и в этот раз вернуться к теме долевого строительства, но придется. После того, как на стройчасе на прошедшей неделе были бодро заявлены схемы по трем основным и самым крупным жилищным комплексам, которые находятся в кризисном положении, а именно Миловский парк, Серебряный ручей и Новобулгакова, в конце недели случилось страшное, случилось необъяснимое и неожиданное. Арбитражный суд ввел процедуру банкротства, процедуру наблюдения для Миловского парка. Подотчетный и подконтрольный господину Мурзагулу Башинформ поспешил сообщить, что так и было задумано, что именно это все и должно было случиться. Нет. Банкротство никак не входило в планы строительного сектора, строительного сегмента нашего правительства. Банкротство Миловского парка не предусматривалось в этих планах, в этих схемах. И я сейчас подробно объясню, почему. Будучи арбитражным управляющим, я имею в виду по квалификации, я могу судить о том, что произойдет дальше и могу сообщить то, что случится на самом деле или что хотя бы должно случиться в этих процедурах. Так вот, напомню, что схема, по которой должен был разрулиться Миловский парк, выглядит следующим образом. Застройщик Миловского парка KillStroyInvest Amnes Group, которая на данный момент контролирует некие активы, входящие в этот же личный комплекс, добровольно передают свои активы трём государственным структурам. Это республиканский оператор по содействию строительства объектов, это компания, управляющая коммуникациями, и это ФРЖС. После этого три вот этих государственных структуры загадочным образом достраивают или расселяют все эти дома и обеспечивают потребности всех дольщиков, и вроде тема закрыта. Не объяснялось, правда, на какие деньги это случится, но с введением банкротства, которое случилось буквально вечером в четверг, эти планы отменяются, и вот почему. Потому что процедура наблюдения как минимум подразумевает запрет на любые операции с предприятием, в отношении которого введено банкротство. Вот это первая стадия банкротства. То есть, таким образом, никакие активы, по крайней мере, от KillStroyInvest передаваться точно не могут. Я уже говорил о том, что непонятно на каких основаниях Amnes, принадлежащий вовсе недружественную компанию Башхимия, вдруг передаст свои активы государственным структурам, но в отношении KillStroyInvest теперь это просто по закону невозможно. Более того, сама процедура наблюдения в рамках банкротства вводится с целью определения дальнейшей судьбы предприятия. Длится эта процедура может до года. В конечном итоге арбитражный управляющий, который на этом этапе не замещает руководство компании, а только наблюдает и анализирует ситуацию, должен дать финансовый анализ. Согласно которого будет сделан вывод, что делать с застройщиком. Ликвидировать, полностью банкротить, оздоровлять, значит, либо там есть третья форма, когда застройщик может самостоятельно выйти из этого кризиса. состояние. Совершенно понятно, что при наличии финансовой дыры почти в 2 миллиарда рублей, KillStroyInvest не в состоянии выйти из этого кризиса, у него нет никаких достаточных активов для этих вещей, у них есть только задолженности. Более того, в процессе именно процедуры наблюдения арбитражный управляющий должен сформировать реестр кредиторов, каковыми в первую очередь являются сами дольщики. Что можно здесь советовать дольщикам? Дольщики сейчас должны бегом бежать к арбитражному управляющему и до момента проведения первого собрания кредиторов, которое тоже проходит в рамках процедуры наблюдения и обязательно должно быть проведено, нужно встать в реестр кредиторов. То есть кредиторской задолженностью для дольщиков сейчас на данный момент является как вся сумма стоимости квартиры, так или иначе выплачиваемой или в ипотеку, или за деньги, так и стоимость и сумма тех неустоек, которые на данный момент должны застройщик и его структура и дольщик. Я еще раз подчеркну, то, что говорит Башинформа о том, что так и планировалось, что банкротство в общем-то не идет в разрез с теми планами, которые декларировались на стройчасе 5-го числа, это абсолютное вранье. Банкротство было неожиданным, никто его не мог предсказать, более того, здесь нужно поразмышлять, вот эта вся группа товарищей, все вот эти мегаспециалисты, строительный блок правительства, получающие гигантские суммы даже в виде зарплат, они что, вот этого не могли предусмотреть, где их компетенция? Есть, конечно, версия о том, что председатель арбитражного суда, господин Арсенов, как говорится, напоследок завернул поганку Хабирову, мы знаем о том, что господин Арсенов должен в феврале покинуть свой пост и покидает он его не по собственному желанию, не по хорошему, и вот одна из конспирологических версий вот этого случившегося, это то, что господин Арсенов напоследок завернул вот такую поганку правительству Республики Башкортостан, но я не уверен, не буду утверждать, что это так на самом деле, важнее было бы, наверное, проанализировать профессиональные способности тех, кто организовывал этот процесс и тех, кто не смог предугадать вот подобное развитие событий. Что теперь делать? Ну, делать теперь нечего, безусловно, придется пройти вот эти процедуры банкротства, единственное, что есть, конечно, шанс попытаться сократить процедуру этого банкротства, не тратить на это год, а потратить меньше времени и попытаться найти повод, хотя бы, какую-то возможность, какую-то лазейку для процедуры, скажем, финансового оздоровления предприятия. Хотя, как можно дать денег и кто может дать денег или средств вот этому абсолютно обанкротившемуся на самом деле Киллстроинвесту я себе не представляю. В общем, конечно, ситуация патовая, очень плохая, это очень плохо для дольщиков Миловского парка, что бы там ни говорил и как бы ни бился в истерике Башинформ, на самом деле это безобразие и провал. Как это скажется на судьбе оставшихся проблемных домов, как это скажется на тех схемах, которые как будто бы должны случиться в других жилищных комплексах, я не знаю. Например, Новобулгаков практически идет по тому же пути, что и Миловский парк и там тоже есть банкротные или предбанкротные предприятия, которые являются застройщиками. Там тоже есть такая же угроза, если возникнут какие-то задолженности, крупные задолженности, как у Киллстроинвеста, то вполне возможно сценарий банкротства. А повторю, банкротство это почти гарантия того, что дольщики не получают своего жилья в конечном итоге. По поводу Серебряного ручья все на самом деле более оптимистично. На этой неделе я продолжил сбор информации о деталях той сложной схемы, которая будет там применена. Я все еще не получил окончательно всех нюансов этой схемы, но уже могу сказать, что речь идет о выкупе бизнес-центра Салават Юлаев в собственность республики. Вот об этом нужно поразмышлять и поговорить на каких условиях это произошло, насколько это правомерно и насколько это нужно республике Башкортостан. И параллельно с выкупом этого имущества и соответственно получением денег застройщикам идет процесс получения дополнительного кредита, что очень важно в Сбербанке, либо еще в одном банке сейчас этот процесс обсуждается, на сумму свыше 900 миллионов рублей, которые тоже будут отправлены на достройку. Очень важно в этой схеме Серебряного ручья не то, что, ну в принципе вот ту сумму, которую соберут застройщики в кучу, а именно речь идет почти о полутора миллиардах рублей, этой суммы вполне достаточно на то, чтобы достроить Серебряный ручей в те сроки, которые заявлены. Если деньги будут получены, то действительно уже, ну не в мае, так в июне люди въедут в 9-10 дом. Это супер, это замечательно. Важнее другое, как будет обеспечен контроль за расходованием этих денег. Ну тут, я говорю, еще кое-какие нюансы я не выяснил, я обязательно закончу этот процесс в ближайшие дни и в середине следующей недели подробно расскажу о том, как будет выстроена работа в Серебряном ручье, чем она отличается от вот этих подозрительных схем по Миловскому парку, Новобулгаковой и другим жилым комплексам и какие риски существуют в тех и в иных схемах и что теперь делать дольщикам, чего ожидать, на что надеяться, а на что можно махнуть рукой. Редактор субтитров А.Семкин